Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Вера Николаевна Глонти, министр социальной защиты населения Рязанской области. Вера Николаевна, здравствуйте! А поскольку времени у нас в эфире не так уже и много, а ваша тема, я так думаю, настолько всеобъемлюща, что мы о ней можем рассказывать, рассказывать, рассказывать. Даже одних цифр, если приводить уже чистой воды конкретику, и то уже нужно будет целое такое издание делать. Давайте остановимся, на мой взгляд, на самом-самом важном, самом остром и злободневном. Это, поскольку лето, давайте вот так сказать, работа с детьми-инвалидами, а конкретнее оздоровление детей-инвалидов у нас в области, в регионе вот этим летом. Или, может быть, вообще, может оно раньше как-то начинается, может круглогодично идет. Вот если можно, давайте вот на этом сегодня. Можно, конечно. Проблемами и вопросами вообще оздоровления детей, и, конечно же, детей-инвалидов, занимаемся и наше министерство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения. Вот. Но если говорить вот конкретно, и в том числе и детьми-инвалидами, то есть разные бывают степени заболевания инвалидности у детишек. Вот. Поэтому здесь все ведомства ведут в рамках своих полномочий определенную работу. Что касается Министерства социальной защиты населения, то здесь можно сказать, что мы занимаемся и предоставлением санаторно-курортных путевок. То есть это тоже является оздоровительной частью детей-инвалидов, и это происходит в течение всего года календарного. И понятно, что мы здесь... Не только летом, в общем. Не только летом, да. Но, конечно, мы стараемся максимально возможно проторговывать путевочки и тратить деньги на оздоровление детей именно в летний период, и не только в Нечерноземье, и на территории Рязанской области предоставлять и наши побережья. Вот. Но что касается... То есть общаясь с общественным советом, созданным при Министерстве социальной защиты населения, куда входят руководители всех практически общественных организаций-инвалидов, мы три года назад поняли для себя вместе с руководителями этих организаций одну проблему, что есть дети, которые несколько оторваны от социума, да, которые на домашнем обучении, которые несколько тяжелые такие вот и проблемные детишки, которые, к сожалению, не попадают вот в эту обойму детей, которых желательно бы было оздоровить. Поэтому нами совместно с общественниками региона было принято вот такое решение попробовать провести профильную смену для детей-инвалидов. Вот именно для тех, которые на острие-остриях, я бы так бы сказал, находятся по проблемам. Да, абсолютно. Здесь вы правы. Значит, именно этих детей мы рассмотрели. Скажу вам сразу, были опаски у руководителей общественных организаций, которые работали в своих организациях с родителями и с детьми, были опасения и родителей. Поэтому первая смена мы позволили благодаря, так сказать, пониманию руководства лагеря, а это был лучезарный, значит, и у нас там в качестве волонтеров работало порядка десяти мам, которые, значит, не просто сопровождали своих детей, а были активными участниками вот этого образовательного и воспитательного процесса. Они сейчас знают изнутри эти все это. Да, но хочу вам сказать, что на тот момент у нас было 5-7, вот сейчас уже не помню, 3 года назад детей-колясочников, то есть вот таких. У нас были аутичные дети, у нас были с синдромом дети Дауна, то есть достаточно серьезные, так сказать, направленные по степени заболевания детишки. Вот, а так как это первое, ничем не регламентированное, это вот чисто только было нашей идеей и огромное желание воплотить, поэтому я не могу сегодня не отметить огромное и сказать слава благодарности в адрес руководства Рязанского государственного университета. Благодаря ребятам, которые у нас были волонтерами, опять же, вместе вот с родителями, у нас были маленькие отряды, значит, и мы вот в этом плане организовывали всю работу от и до сами и планировали нашими специалистами, вот волонтерами педа университета и мамами. И 70 таких детей мы сумели оздоровить в первый год. Страхи у родителей ушли, остались только слова благодарности. Дети между собой очень сдружились, волонтеры тоже. Не могу тоже об этом не сказать, что на протяжении года мы несколько раз организовывали мероприятия совместно вот с этими детьми уже по истечению, так сказать, лагерной смены. Вот, и третий год мы проводим такой лагерь. Он у нас стал традиционным, я уверена, что мы будем продолжать его и дальше проводить. И уже с 8 августа, второй год мы этот лагерь проводим именно в летний период на базе санатория Колос, за что тоже отдельное спасибо руководству. Да, там серьезное медицинское обслуживание с учетом детей. То есть мы первую часть дня организовываем так, чтобы дети получали еще реальное оздоровление, медицинские процедуры. А вторая часть полностью посвящена вот именно интеграции в общество, навыкам, общению, развитию их разносторонней как личности, проведению для них культурно-массовых, досуговых, кружковых мероприятий различных и так далее. То есть получается очень насыщенным. Вся эта смена, первая смена у нас была несколько короткая, 18 дней, сейчас 21 день. Ребята очень активны на протяжении всех 21 дня. Для ребят, мне кажется, это как-то из какого-то вакуума космоса прилететь на планету новую. Абсолютно верно. Вы знаете, туда в это время абсолютно тянет просто пообщаться с этими и самими ребятами, увидеть их вот этот настрой, желание все познать, подружиться, познакомиться. Вот. Но и очень отрадно, так как близко, конечно, родители волнуются, они туда периодически, безусловно, приезжают. И, знаете, вот они своих-то детей не узнают. Все-таки вот, например, аутичные дети, это же замкнутые, их трудно там раскрепостить. Это вот специфика именно этой болезни. И я помню слова вот родителей девушки, которую я увидела на сцене, как она перевоплощалась, как она вела себя, я вообще не понимала, сидя в зале, говорю, так в чем у нее инвалидность? Вроде обычный, нормальный ребенок. А потом уже, когда ко мне подошла мама со словами благодарности от того, что вот... И она говорит, вот мы там пятый раз приезжаем за эти 20 дней, и когда едем, все время едем с мыслями, что мы ее сейчас заберем, что она наверняка будет проситься домой и так далее. То есть вот, когда они рассказывают о своих страхах, потому что дети же меняются, вливаются новые, мы увеличили количество, вот, а оказывается, вот так не так все страшно, и вот так она раскрывается, понимаете, и болезнь, вот именно это уже уходит. То есть она не совсем, но тем не менее. Ну, конечно. Она отодвигается, как-то она для себя ее, наверное, вот он ребенка отодвигает на второй класс. Он раскрывается, как вот личность, как сам ребенок, то, что и должен делать ребеночек. Абсолютно, абсолютно. И здесь вот этот очень важен симбиоз между мамами, то есть не надо бояться. То есть мы, между нами, как органами исполнительной власти, которые тоже нацелены, и не тоже, а в первую очередь нацелены на оказание помощи, на реабилитации этих детей, понимаете, на вовлечение их, на интеграцию их в общество именно. Но здесь, если, ну, у нас не ребенок решает, а решают родители, в принципе, за детей в таком возрасте, да? И когда вот мамы замкнуты и не хотят идти на контакт, это, соответственно, создает определенные трудности и нам. А когда вот это понимание достигается, а мы его сейчас стараемся достигать и расширять в своем общении только благодаря вот общественным организациям, да? Куда входят эти родители, которые вот объединены в такие вот организации общественные. Это очень помогает, прежде всего, детям и семьям, которые имеют детей инвалидов, вот, и, безусловно, нам в нашей работе. То есть они нас ориентируют на что-то, понимаете? То, что мы можем не знать в практике, не видеть этого. Я понимаю, что всеобъемлющие у нас есть еще и вопросы, и по каждому надо говорить. Вы знаете, что вот, ну, давно же, как говорится, приходится мне работать в журналистике, и я вспоминаю, что в прежние годы когда-то на такие темы, когда мы встречались с руководителями, но тогда министерств еще не было, в основном речь шла о том, что мы хотим вот это, мы в будущем предполагаем вот это, мы сейчас ждем финансирования на вот это. Вот сейчас то, что вы рассказали, вы говорили о том, что уже сделано, 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 делается, делается, развивается, развивается, вот что самое приятное. Так что вам за это спасибо, желаю вам в этом направлении успехов, и я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся, чтобы, да, чтобы люди, действительно, зрители наши видели, делается, делается. Не только люди там говорят, вот, недофинансируй, как обычно, делается, делается, и у детей меняется жизнь. Безусловно. Большое спасибо, я напомню, у нас в гостях была Вера Николаевна Глонтьевна, министр социальной защиты населения нашей области, ну, шла речь у нас в Совете наиболее больному острым, это о детях-инвалидах, делается многое, как говорится, оно и слава Богу, вам за это еще спасибо, ну и за то, что пришли к нам в студию сегодня. Вы смотрели информационную программу телекомпании Город 7 минут, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok